Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Отчёт за этот день. Ставка, в первую очередь, передавая конкретные вопросы наступления. Были доклады командующих и командиров непосредственно по направлениям боёв. Также доклад главкома руководителя ГУР. Отдельно и подробно рассмотрели подготовку и обеспечение техникой новых бригад, национальных гвардии, наших пограничников, тех, которые ждут своего часа для боевых действий. На некоторых направлениях наши воины двигаются вперёд, на некоторых направлениях защищают позиции, противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет потерянных позиций, только освобождённые. У них только потери. И в целом ситуация давления нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу. Синё-жёлтые цвета будут на всём нашем юге и на всём нашем востоке. И нет таких фортификаций или резервов у государства зла, которое остановит Украину. Ибо мы на своей земле, и это даёт наибольшую силу. Я благодарю всех наших воинов, каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые вовлечены в наши активные наступательные и оборонительные действия сейчас. Я благодарю вас за каждую освобождённую и за каждую защищённую позицию. Сегодня в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком очертил наши оборонные потребности по состоянию на сейчас и поблагодарил за оказанную оборонную поддержку. К примеру, британские Storm Shadow, дальнобойные ракеты, делают сейчас очень полезное и точное дело на фронте, как и многое другое, поставленное именно британцами вооружение. И у этого нашего сотрудничества будет весомое продолжение. Конечно, обсудили с Риши, господином премьер-министром, подготовку саммита НАТО в Вильнюсе и содержательное наполнение этой встречи Альянса. Есть сегодня и весомое политическое решение Британии по поводу санкций. Сохранять санкции против России, пока агрессор не компенсирует весь причинённый ущерб нашим людям, нашей стране. И очень важно, чтобы активы государства-агрессора и всех лиц, связанных с ним, связанных с той системой и господством, которую построил Кремль на территории России, чтобы все они были использованы также на компенсацию ущерба, причинённого российской войной и террором. Это будет справедливо, и я благодарен всем британцам, поддерживающим нас на пути справедливости. Обсудили с Риши и подготовку конференции по восстановлению Украины, конференции в Лондоне. Уже на днях она состоится, и мы ожидаем от неё консолидации различных международных усилий, в том числе крупного бизнеса, в поддержке нашего восстановления. Восстановление, которое должно продемонстрировать всему миру, что свобода непреодолима. И конференцию, и финансовое сотрудничество, и наши движения в ЕС обсудили с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Уже на этой неделе мы ожидаем промежуточной устной оценки нашей работы по рекомендациям Еврокомиссии. И подробно обсудили санкционные вопросы, в том числе и 11-й санкционный пакет против России за войну. Также сегодня я говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Дании Мэтте Фредриксон. Как всегда, уделили внимание передовой и нашим совместным оборонным усилиям. Поблагодарил за поддержку и готовность развивать наше сотрудничество ради безопасности. Проинформировал о переговорах с лидерами и представителями государств Африки, которые на прошлой неделе были в Украине. И потом посетили государство-террорист. Каждый такой международный шаг лишь снова и снова убеждает, что миру следует активнее работать с формулой мира. Ведь только эта формула достаточно всеохватывающе реагирует на каждый аспект российского безумия. И еще одно. Мировой банк. Говорил сегодня с президентом банка и не только о сотрудничестве сейчас, но и послевоенной трансформации Украины. О тех решениях и о тех шагах, о новой доктрине новой Украины, побеждающей Украины. Шагах, которые мы подготовим и реализуем. Все вместе. Так же вместе, как сейчас мы преодолеваем эту агрессию. Спасибо всем, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых позициях. Особо сегодня отмечу штурмовое подразделение ГУР Артан и его командира майора Таркатюка. Спасибо. И еще наши силы специальных операций. Виктор, все ребята, большое спасибо. Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины. Слава Украине.